Сенатор Хабаровского края Елена Гришнякова официально выступила с трибуны Совета Федерации в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Суть ее выступления. Сегодня большинство жителей Хабаровского края очень волнует судьба Сергея Фургала. 9 июля его задержали с применением силы, а потом арестовали. Задержание транслировалось по всем федеральным каналам, и сама форма даже этого вызвала у всех жителей Хабаровского края большое возмущение. На улицы городов и поселков Хабаровского края вышло порядка 50 тысяч человек. Невзирая на презумпцию невиновности, нашего губернатора уже объявили убийцей и злодеем. А вот о том, что происходит в регионе, центральные телеканалы предпочитают умалкивать, помалкивать. Поэтому жители региона просят нас, представителей от региона, в Верхней Палате Парламента, прежде всего потребовать от тех, кто отвечает за наше информационное пространство, прекратить эту информационную вакханалию. Мы просим журналистов и ведущих популярных топ-шоу соблюдать журналистскую этику и освещать происходящее событие честно. К политическим и общественным деятелям мы обращаемся с просьбой использовать в своих заявлениях только проверенные факты, а не фейки. Вино Фургала или ее отсутствие определит суд. Это заявление не единственное, что она сказала с трибуны Совета Федерации. Но о том, что она сказала дальше, наверное, будет правильнее все же посмотреть в сюжете. Давайте посмотрим сюжет. Елена Геннадьевна Грешникова, пожалуйста. Спасибо. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги-сенаторы. Мы представляем свои регионы и интересы их жителей в Совете Федерации. Сегодня главное, что интересует большинство жителей Хабаровского края, это судьба губернатора Сергея Ивановича Фургала, избранного почти 70% голосов избирателей, которого 9 июля этого года задержали с применением силы, а затем арестовали. Момент задержания транслировался по всем новостным каналам. Форма задержания потрясла всех жителей края, что повлекло за собой волну возмущения, которая продолжается уже пятый день. За эти дни на улице городов и поселков Хабаровского края вышли порядка 50 тысяч человек, по данным общественности. В поддержку губернатора люди организовывают несанкционированные митинги, автопробеги, пикеты, флэшмобы. Их не останавливает ни пандемии, ни угрозы арестов и наказаний. Власти регионы и правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы не допустить массовые беспорядки и провокации. Однако некоторые политические и общественные деятели своими публичными высказываниями подливают масло в огонь. Умышленно искажают информацию, навешивают ярлыки. Невзирая на презумпцию невиновности, его уже объявили убийцей и злодеем. О том, что на самом деле сейчас происходит в регионе, центральные новостные каналы предпочитают умалчивать. Поэтому жители Хабаровского края через нас, представители региона Верхней Палате Парламента, обращаются к ведомствам, контролирующим информационное пространство, с требованием прекратить информационную вакханалию. Просят журналистов и ведущих популярных ток-шоу соблюдать журналистскую этику и освещать все происходящее честно. К политическим и общественным деятелям обращаются с просьбой быть политкорректными, использовать в своих заявлениях только проверенные и подтвержденные данные, а не фейки из телеграм-каналов и желтой прессы. Вину Фургалы или ее отсутствие определит суд. И еще пожелания от жителей Хабаровского края хочу выполнить. Пожелать депутату Государственной Думы Хинштейну Александру Евсеевичу и губернатору Свердловской области господину Куйвашеву Евгению Владимировичу иметь такую же колоссальную поддержку своих избирателей, которую заслужил губернатор Сергей Фургал за два года работы в регионе. Спасибо. Елена Геннадьевна Гришникова в три списка записалась на вопросы, на выступление поведению. Наверное, что-то очень важное. Давайте мы предоставим ей слово. Пожалуйста, Елена Геннадьевна Гришникова. Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. Действительно, если сейчас мне удастся переформатировать свой вопрос, который не удалось задать поведению, я тогда снимаюсь. Уважаемая Татьяна Николаевна, 3 февраля текущего года в ваш адрес был направлен запрос на основании жалобы супруги подследственного Мюстрюкова Николая Владимировича, который находился в ФКУ СИЗО номер 2 Лефортова. и является основным свидетелем по обвинению губернатора Фургала Сергея Ивановича. Я просила о содействии в проведении независимого медико-психологического обследования подследственного. 27 мая мной был получен ответ, что обращение мое было направлено первому заму директора в СИН России Рудому для рассмотрения данного вопроса. На сегодняшний день уже 5 с половиной месяцев я не могу получить ответ на свой запрос. Не пойму, с чем это, конечно, связано, но есть данные, что Мюстрюков в СИЗО заболел раком и ослеп. Связь с ним на сегодняшний день потеряна. И просьба у меня очень большая. По информации, которую дали в СМИ представители общественной наблюдательной комиссии, посетившие в СИЗО Лефортова губернатора Хабаровского края, я имею информацию, что они там вчера были, начались у него проблемы со здоровьем, которые могут представлять опасность его жизни. Прошу ваше ведомство подключиться для контроля за соблюдением прав человека ФКУ СИЗО номер 2 в СИН России в отношении Фургала Сергея Ивановича, который там сейчас содержится. Спасибо. Спасибо. Нужен ответ, Елена Геннадьевна? Или Татьяна Николаевна выслушала? Нужны комментарии какие-то? Потому что это уже вызывает определенные вопросы. Понятно. Может быть тогда, Татьяна Николаевна, вы пообщаетесь с Еленой Геннадьевной и рассмотрите вопросы, которые она поднимала. Добавлю от себя, с каждым днем все лучше и лучше видно, что внутренние противоречия во власти стремительно нарастают. Если говорить о возникшем противоречии между Путиным и Единой Россией и Жириновским ЛДПР, кто бы мог раньше представить, что возможно такое противоречие, то, на мой взгляд, самое разумное им сейчас выработать компромисс. Впрочем, судя по тому, что уже прозвучала информация о том, что исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен представитель ЛДПР, они это понимают. Только вот надолго ли складывающейся непростой ситуации хватит этого их понимания? Если кого интересует мое мнение, то думаю, что противоречия внутренней власти будут нарастать. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!